МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В конец света, который якобы предсказали индейцы майя, поверил каждый десятый житель Земли. Апокалипсис был назначен на 21 декабря 2012 года. Но вселенской катастрофы не произошло. Тем не менее, уфологи, прорицатели и даже некоторые ученые продолжают утверждать, что нас ожидает гибель цивилизации. Своего рода репетиция одного из возможных вариантов произошла в феврале 2013-го. И в ней многое неясно до сих пор. Пресс-конференцию прерывает странный звук. Сенсационные кадры того, что случилось в Челябинске 15 февраля в 9.20 утра по местному времени. Они заставили задуматься о том, насколько хрупка планета Земля. Вот что рассказывает очевидец событий. Какое-то тело, да, в сторону Челябинск-сити. Потом, ну, вспышка такая интересная. Ну, сначала фейерверк, а потом смотрим, такая стрелька, как будто ракета. Ну, и потом, где-то минут через пару, такой взрыв, окно вылетело. Здание есть, там, чай, хлеб, все, то есть, что прилетело. Я подумал, материалист упал. Выбегали, стучали в двери, там, кого увидели потерянными. Ну, кричали на них, так сказать, чтобы они выбегали, там, чтобы не было какой-то паники. Мы насчитали только в нашем общежитии около 130 выбитых окон. Вот. Потом, естественно, помогали убирать осколки, то есть, все прочее. Вот. А потом уже вставляли. По оценкам как наших ученых, так и специалистов НАСА, в Челябинской области было зафиксировано падение метеорита диаметром чуть больше 15 метров. Он начал входить в плотные слои атмосферы, и где-то на высоте, там, порядка 30 километров, его кинетическая энергия превратилась в волновую энергию. Вот эта вся энергия обрушилась на Землю. Причем энергия очень большая. Сейсмические станции зафиксировали магнитуду, там, 4 балла. Эта ударная волна воздействовала на поверхность Земли. А осколки уже полетели, они разлетелись, потому что метеорит разлетелся в воздухе. Это общепринятая версия происшествия. Но официальным данным поверили далеко не все, особенно из тех, кто видел болид в небе над Челябинском. Что же это было? Космическое тело? Неудачные испытания военных? Или даже вторжение инопланетян? Сразу после Челябинского происшествия версии посыпались одна за другой. Метеорит, проходя в атмосфере, оставляет за собой широкий конический след газа, пыли и дыма. Это был объект рукотворный, который шел в нашу атмосферу. Уфологи утверждают, в небе над Челябинском был не один, а два объекта. На автовидеорегистратор отснят был момент, когда второй неопознанный объект сбивает первый. Если бы первый объект достиг точки своей траектории, то это была бы земная катастрофа, земного масштаба. Потому что точка, куда должен был упасть этот объект, было предприятие «Маяк» – хранилище радиоактивных отходов. 15 февраля 2013 года в 9 утра кое-кто из жителей Челябинска решил, что настал конец света. Неужели апокалипсис все-таки состоялся? Просто позже назначенной даты. Неужели тот, кто 21 декабря 2012 года всерьез ждал глобальной катастрофы, оказался прав? Во всяком случае, люди оказались не готовы к удару. Число скептиков резко сократилось. Если они вообще остались. Ну вообще ситуация, конечно, не самая приятная. Я вам скажу, что раз уже такие вещи пошли, то, значит, надо вообще задуматься населению Земли о том, что мы, наверное, делаем что-то неправильно. Это такие, знаете, звоночки. Вот. И к этому надо отнестись вовремя серьезно. Известная певица Светлана Лазарева родилась на Урале. В Челябинской области и сейчас живет ее мама. Светлана сразу же позвонила ей, когда узнала о происшествии. Как она рассказала, вот этот шум, который сопровождает вот этот полет вот этого, он какой-то, говорит, вообще вот ни на самолет не похож, ни на ракету не похож. А он похож именно на звук этот, на какой-то вот скрежет со свистом. То есть такой страшный звук. Но почему астрономы не предупредили о приближении космического тела? Неужели в 21 веке люди не могут защититься от разрушительной силы метеоритов? Здесь очень сложная, в принципе, была ситуация. Вот этот осколок астероида летел со стороны Солнца, потому что его основная траектория болида, или суперболида, она была с юга востока на северо-запад. Естественно, со стороны Солнца там радиопомехи, световые помехи и так далее. Тем не менее, ученые называют произошедшее рядовым событием. Но если это так, то почему даже спустя значительное время остается так много вопросов? Самая большая загадка – место падения метеорита. На ледяной поверхности озера Чебаркуль образовалась геометрически правильная воронка. С ней тоже всё не так просто. Осколок упал в Чебаркульское озеро и вырезал, как поликаву. Круг диаметром в 5 метров. Через полдня этот диаметр вырезался до 6 метров. Потом до 7. На третий день до 8 метров. Ученые никакого внимания обратились. Такого просто быть не может. Озеро Чебаркуль – водоём неглубокий, максимум 12 метров. Казалось бы, зная место падения, найти над ним метеорит при современных средствах погружения – задача простая. Но гость из космоса будто испарился. Пока нашли камешек только весом до 2 килограммов. Там 1,8 что ли, десяток килограмма. Больше пока ещё не нашли. Хотя предполагается, что весь вот этот метеорит весил до 100 тысяч килограммов. В середине февраля 2013 года яркие болиды были замечены не только над Челябинском, но и над Башкортостаном, над Японией и на Кубе. Такого количества метеоритов за одну неделю астрономы не наблюдали никогда. Или это всё-таки что-то другое? У нас есть представительство в Челябинске, у нас прошли очевидцы в качестве пациентов, которые наблюдали последствия этого взрыва. Осколки горели, как горит магний. Магний в своё время применялся у нас в авиационной промышленности. И многие мальчишки того времени таскали разбившиеся детали, куски и поджигали. Вот так догорал объект, который был сбит на Челябинске. Сразу после происшествия в Чебаркульском районе местные жители стали обращать внимание на необычные явления. С берегов озера исчезли птицы, резко ухудшилась сотовая связь, кое-кто слышит странные голоса. И даже бурые медведи в Челябинском зоопарке вышли из печки из-за страшного шума. Сто процентно научного объяснения этим странностям пока не существует. Значит, возможны варианты, в том числе и самые фантастические. Мне достаточно было увидеть на этот лёд, на эту полыню, которую он оборвал, чтобы сразу сказать, не глядя в небо, что летел гравиболит. Гравиболит в терминологии инженера Черняева – плотное каменное образование с отрицательным гравитационным зарядом. Оно вырывается из-под земли и оставляет после себя воронку. Они бывают разные. От яблочко до десятков и сотен километров. Сейчас Земля движется к Солнцу. Земля сжимается. Все, которые раньше медленно ползли, сейчас скорость своего движения в Земле увеличили. Их будет нам в ближайшее время скакивать десятками. Но серьёзными учёными гравиболиды не признаются. Такую гипотезу считают антинаучной. Астрономы уверенно заявляют. Но Челябинском взорвался именно метеорит. Что характерно для этого метеорита, метеорит оказался каменный. Там есть следы ещё космического соударения. Один астероид ударился от другого, и вот этот осколок выскочил. Астероиды вот такого типа, такие обыкновенные хондриты, они присущи семейству Аполлона. Это астероиды, которые вращаются между Юпитером и Марсом. Но если это явление изучено, и метеориты падают на Землю с определённой регулярностью, почему до сих пор нет средств защиты? Или хотя бы предупреждения о приближении небесных тел к нашей планете? Это сеть должна быть приборов, которые постоянно следят за небом. И космические приборы, которые тоже должны отслеживать. Вот американцам удалось, например, с геостационарного спутника заснять пролёт, уже пролёт Челябинского метеорита. Но его никто не зафиксировал до этого. Наблюдение таких тел – задача очень сложная. Известен один случай, когда метеорит был обнаружен за сутки до входа в атмосферу Земли. Это произошло в октябре 2008 года. На территории Индийского океана и Восточной Африки в атмосфере Земли сгорел довольно крупный метеорит. Диаметром примерно 5 метров. Но то, что его заметили ещё до вхождения в плотные слои, скорее исключение, чем правило. Челябинский объект никто не заметил. Впоследствии нас опубликовали якобы снимки, но это уже с орбиты, прохождение этого объекта в нашу атмосферу. На Земле никакие установки не сработали. То есть наша цивилизация полностью беззащитна от внешних вот таких действий. 35 лет назад, глубокой ночью в небе над Петрозаводском, появился светящийся объект, очертаниями напоминавшие гигантскую медузу. Сотни людей внезапно проснулись от чувства тревоги. Очевидцы рассказывали, что с неба шёл светящийся дождь. Спустя несколько часов медуза превратилась в светящийся эллипс и стала удаляться в сторону Онежского озера. После этой световой феерии в окнах многих домов Петрозаводска появились странные сквозные отверстия. Экспертиза установила, что их прожгли какие-то лучи. Интересно, что большие светящиеся объекты в тот день видели также в Ленинграде и в Хельсинки. Неопознанные летающие объекты видели пилоты двух авиалайнеров. Оба сообщили об этом наземным службам. Но радары ничего не зафиксировали. Петрозаводское чудо дало старт масштабной программе по изучению НЛО. Сетка. Её целью стала защита неба Советского Союза от инопланетных вторжений. Этот проект, собственно говоря, родившийся на бумаге, к сожалению, так и остался. И остался он, как ни странно, на бумаге, в общем-то, по вине самих военных. Подавляющее большинство таинственных случаев, зафиксированных в рамках программы «Сетка», удалось объяснить естественными причинами. Но кое-что так и осталось загадкой. Разработки, конечно, есть. Конечно, сначала они идут из технически более развитых стран, в частности, из того же США. В США уже есть наблюдательные сети, например, сеть «Панстарс». Это сеть телескопов, которые постоянно мониторят практически всё небо на предмет обнаружения новых объектов. Плюс у них есть программа «Космическая стража». Челябинский феномен вызвал новые разговоры о планетарной защите. Вице-премьер Дмитрий Рогозин предложил создать международную систему антиастероидной безопасности Земли. Рогозин говорит, что, в принципе, нужно переходить на разработку программы по защите россиян от космической угрозы, и что всё это будет стоить на протяжении 10 лет порядка 50 миллиардов рублей, то это колоссальные средства. А здесь примерно посчитали экономисты, какой урон этот метеорит принёс Челябинск, ну, порядка 1 миллиарда рублей. По мнению учёных, ещё большую опасность, чем астероиды, представляют кометы. Траекторию их полёта вычислить практически невозможно. То есть появляется некое тело, которое, в общем, которое никто никогда не знал. Оно вбрасывается во внутренние области Солнечной системы, и вот оно до нас путешествует, и мы его засекаем там за какой-то короткий срок, ну, до возможного столкновения. Одна из версий Тунгусского происшествия – обломки кометы. От него не нашли там ни остатков, ничего. Но разрушение-то оно произвело гигантские, то есть цифра в 50 мегатонн – это, в общем, гигантская цифра. Взрыв был колоссальный. Пока, как признаются сами учёные, отечественные средства прогнозирования и защиты от небесных тел настолько слабы, что для исследований метеоритов проще использовать так называемую «народную астрономию». Так это было в случае с Челябинским метеоритом. Заслуживающая внимания тема, она, в общем-то, отдана на откоп любителей. То есть практически перед сегодняшними уфологами, ну, стоит задача, грубо говоря, сбора случайной информации. У них свои гипотезы есть, любители тоже, потому что они в основном ищут эти осколки для того, чтобы дорого продать, потому что один грамм вещества стоит порядка двух тысяч рублей. Ну, представьте, если падало порядка ста тысяч тонн, то можно и подзаработать. Есть люди, которые считают это событие предвестником глобальной катастрофы. Из этого же ряда – странное свечение над Челябинской областью 16 июня 2013 года. Это явление пока не получило объяснения. Да и то, что случилось над Челябинской областью февральским утром 2013 года, изучено не до конца. Неужели гипотеза об инопланетянах – это правда? А что думаете вы?